Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная» и Медиахолдинг ОТВ представляют Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» 2 ноября в 19.00 ресторан «Маркштадт» Благотворительный вечер «Добрые сердца» Счастье делится возможностью Заказ билетов по телефону 8 800 300 74 74 2 ноября Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная» и Медиахолдинг ОТВ Проведут ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» Цель мероприятия – собрать средства для реабилитации тяжелобольных детей И сегодня об этом мы поговорим с президентом фонда «Родная» Натальей Басковой И генеральным директором компании пищевой промышленности Ольгой Чуприной Доброе утро, дам! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, не в первый раз уже благотворительный фонд «Родная» Благотворительный вот этот вечер проводится Сколько денег удается собрать и скольким детям помочь? Ну, я хочу сказать, что в этом году благотворительный фонд отмечает пятилетие И ежегодно, каждый год мы проводим этот благотворительный вечер Совместно с компанией ОТВ Кстати, сразу хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам Вот, и ежегодно мы стараемся собирать средства, ориентируемся так, порядка на миллион рублей То есть каждый раз миллион рублей собираются? Ну, каждый раз, какой-то раз побольше, какой-то раз поменьше Вот, но эти деньги как раз направляются на то, чтобы, ну, полноценно помочь тем ребятишкам, которые обращаются в фонд И, собственно говоря, это и получается Ну, каждый раз, наверное, по-разному, да? Разное количество детей получает помощь или каждый раз... Ну, я хочу сказать... Можете цифры хотя бы какие-то? Я хочу сказать, что с прошлого года мы с компанией ОТВ начали проект «Еще добрые среды» Которые являются продолжением благотворительного вечера И добрые среды, когда по средам мы благодаря СМС-сообщениям собираем средства на того или иного ребёнка Я могу привести цифры, когда мы за этот год сняли 24 сюжета про детишек И собрали более 350 тысяч рублей Это помимо благотворительного вечера То есть почти полтора миллиона средств пошли на лечение именно наших челябинских, я имею в виду областных ребятишек И дети из Челябинска, из Кусы, из Коркина, из Кослей и других городов нашей области Получили ту помощь, которую, конечно же, семья вряд ли смогла оказать ребёнку самостоятельно А вы наверняка можете какие-то имена называть? Кому конкретно помогли? Мы помогли Саше Гашевой, которая страдает ДЦП Она получила несколько реабилитационных курсов Причём в этом участвовали и наши друзья В частности, Арсен Унаньян Или, допустим, у нас Алиса Кузнецова Которая получила очень дорогостоящее лечение Это препарат Транклиб И тоже благодаря нашим партнёрам, это семья Ищенко Да это можно много называть примеров Егор Ламака, Даниил Ли То есть детки, которые самостоятельно с семьей не справляются с той проблемой И на самом деле таких детей достаточно много И понимая, что люди, которые сегодня, скажем так, имеют возможность помочь этому ребёнку Они есть Ну вот каждый раз у вас приходят бизнесмены И известные политики И выступают в необычной какой-то роли Кто-то танцует... Ну как-то удивляет, в общем, публику пришедшую, собравшуюся Кто в этот раз будет удивлять и в каком амплуа? Вы знаете, вот у нас сейчас идут репетиции И наши участники таких творческих номеров волнуются И ещё не все готовы назвать свои Да, я думаю, что на следующем деле мы уже назовём имена Но я могу привести примеры Что в наших творческих выступлениях участвовали такие известные люди в нашей области Как Вадим Михайлович Евдокимов Как Константин Захаров Константин Нацеевский, Евгения Владимировна Глухова Елена Владимировна Илюшина Алексей Бетехтин То есть те имена, которые сегодня знает вся область И я хочу сказать им отдельное спасибо Потому что для них это тоже ведь определённый порог какой-то переступить надо Но это только свидетельство того, что ради детей Мы так говорим, что ради детей, которые оказались в трудной ситуации Которым нужна наша помощь, мы готовы сделать многое В том числе и выступить в необычном для себя амплуа Ну вот с политиками более-менее понятно, да? А бизнесмены, ну что это? Желание помочь, мода Вот Ольга Анатольевна, вы директор компании Почему вы решили принять участие в благотворительности? Моя знакомая пригласила меня на вечеринку Говорит, думаю, тебе понравится Когда я пришла, то выяснилось, что это отчётный концерт фондной родная Я присмотрелась, прониклась Стала смотреть, какие люди там работают, кому они помогают Затем последовало предложение стать попечителем Я согласилась Но поняла, что попечитель – это человек, которому, наверное, бросаются при первой необходимости И, ну, эти просьбы, они не каждый день Но попечитель несёт огромную ответственность за фонд Нежели просто добровольцы Я делаю вывод, что это вот ваше доброе сердце Спасибо Да, но почему я всё-таки решила поддержать фонд? Фонд родная помогает, наверное, преодолеть последствия тяжёлых болезней детям И возвращает им радость и то ощущение детства, которое живёт в детских душах Как попасть на этот вечер? Где-то продаются билеты и сколько они стоят? Вы знаете, мы говорим, что мы не продаём билеты Это благотворительный взнос, который делают те, кто желает принять участие в этом вечере Ну, есть какой-то минимум? Ну, мы, знаете, когда мы определили, что вот этот благотворительный взнос начинается от 5000 рублей И дальше человек может внести сколько он пожелает Нужно позвонить в фонд или как-то его? Есть телефон горячей линии 8 800 300 74 74, легко запоминающийся по нашему городу, да, 74 Вот, и заказать этот билет Я хочу сказать, что, конечно, это светское мероприятие Это формат его гала-ужин Это площадка для встреч, в том числе и бизнеса, предпринимателей, политиков И, с другой стороны, это возможно... Ну, таких площадок достаточно много в последнее время есть в городе и в области Особенность, конечно, такая, что в рамках вот такого общения и светского мероприятия Есть ещё прямая возможность оказать благотворительную помощь И мы эту возможность рады предоставить всем, кто в этом чувствует потребность И не случайно слоган нашего проекта звучит так «Счастье делиться возможностью» А у тех, кто не будет присутствовать на этом вечере Есть очень простая возможность быть тоже благотворителем и помогать детям Через СМС-сообщение Короткий номер телефона 7522 Пишем «Родная», пробил и указываем сумму, которую желали бы пожертвовать Это возможность для каждого жителя нашего Челябинска и нашей области И это очень просто быть благотворителем Спасибо большое В студии о благотворительном вечере «Добрые сердца» мы беседовали с президентом фонда «Родная» Натальей Басковой И генеральным директором компании пищевой промышленности Ольгой Чуприной А далее выпуск новостей